Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Давненько мы с вами не встречались, потому что не было боев интересных. И ждали мы этого дня, для того, чтобы как-то проанализировать про... происшедшие события, прошедшие события, правильно так будет, которые произошли сегодня с утра. Ну, это первое. Это Джервонто Дэвис Уго Руиз, ребята. Затем... Ну, это основное, в принципе, событие. Ну, и так как анализ боя будет, в принципе, коротенький, поэтому решил захватить еще пару парней. Один бой это... Это, ребята, давайте мы поговорим, анализ дадим. Ну, чей? Ну, давайте Мачада поговорим. О Альберто Мачада и Консио. И Андрео Мексиканец. Вот этот бой, потому что он был сенсационный, был интересный бой. Наверное, один из самых интересных боев. Ну, еще какой, друзья. Еще какой. Ну, давайте Павел Маликов, что ли. Все-таки наш российский боец с Сарахуняном. Вот этим трем боям анализ дадим. Кто не знает, друзья, боксерский сплетник, новейший канал у нас открылся. Там мы сегодня будем, как обычно, в прямом эфире обсуждать все новости, все события с ребятами, с друзьями. Поэтому присоединяйтесь. Только просьба не хейтерам, ребята. Потому что, ну, не люблю я этих людей. Для них, кстати, сейчас будет повод повод поужинать. Боем. Так, каким боем? Что им предложить? Ну, наверное, вот Мачадо и Консио. Все хейтеры сейчас налетят на тех людей, которые давали прогноз. Все же обделались, правильно? Абсолютно все. Поэтому сейчас они налетят, кровь сосать с блогеров, скажут, вы ничего не понимаете. Консио был лучше. Ну, им тоже надо жить, правильно, ребята? Ведь, знаете, что? В Макрице она же не виновата, что она родилась, правильно? В принципе, она не нужна. Это такой жучок. Тряпку бросил сырую, благоприятную почву, благоприятные условия сделал для рождения этого существа. И она появилась здесь ниоткуда, в принципе, правильно? Ну, казалось бы, что? Что там? Как там? И так же и здесь, в мире интернета. Вот эти хейтеры. Благоприятная почва появилась, раз, и они начали появляться. Как нету, они все утихают, куда-то прячутся. Может, это боты, друзья, может, это не люди. Ладно, что-то они у нас много времени заняли. Начнем с чего, друзья? Ну, конечно, с Жервонта Дэвиса. Жервонта Дэвис Уго-Руиз. Ну, как мы и говорили, ребята, 50 на 50 в пользу Дэвиса. Это значит о том, что в любом случае бой будет за Дэвисом. Независимо от каких-то обстоятельств, от каких-то прогнозов, которые делают. Потому что человек, все прекрасно знаем, только вот недавно подрался и снова вышел на бой. И с Мэйвезером они в обнимку стоят. Ну, лишний... Там какой-то гонорар был, по-моему, Жервонта Дэвис миллион долларов получил, а Уго-Руиз 100 тысяч, что ли, или 200 тысяч долларов. Ну, за 100 тысяч долларов можно, ребята, конечно, выйти в первом раунде, лечь. И даже не оказывать никакого сопротивления. Не видно, что человек вышел не боксировать. Человек вышел уже испуганный, уже какой-то немощный, уже с виду, уже... Ну, хотя пару раз он же Жервонте как-то зарядил. Как-то он умудрился, смелости в себе набрался, мужества вот этого боксерского профессионализма. Все в кулак собрал и пару раз попал Дэвису. Ну, потом скажет, нахер мне это надо. Взял, сел и... Ну, и правильно сделал, ребята. Правильно сделал, потому что так это было все запланировано. Могли бы растянуть, ну, хотя бы там для приличия на 4, на 5 раундов. Люди же все равно видят то, что человек вышел не боксировать, а... А получить эти свои стоили 200 тысяч долларов. Ну, в принципе, у него получается, видите, что месяц назад он боксировал, правильно? И сейчас. Там немножко, здесь немножко, ну, и какой-то небольшой заработок. В принципе, большого ущерба для здоровья он не понес. Ну, через руку боковую от этих ударов, ребята. Эти удары терпят, эти удары... нужно выносить. Нужно терпеть и нужно дальше драться. Но это одна точка зрения, другая. Давайте с вами пофантазируем другую точку зрения, для... Потому что, чтобы не обижать фанатов Джервонта Дэвиса. Боксер хороший, безусловно, ребята. Ну, не до такой же степени вот это все были... Вот эти бои такие, нахер они нужны. Но для них все равно давайте мы постараемся и что-то скажем. Ну, здесь можно что сказать? То, что Джервонта Дэвис в очень хорошей конкуренции нокаутирующего бойца одержал убедительную, яркую победу. И то, что боец такого уровня... Ну, как... Боец такого уровня для Джервонта Дэвиса оказался никаким. То, что Джервонта Дэвиса ждут большие вызовы. Когда они его дождутся, пока еще ребята неизвестно. Ну, что еще можно сказать? Ну, молодец с одной стороны, правильно? Если это было все ровно, все правильно, все по-честному, то, безусловно, боец-то, в принципе, был нокаутер, а Джервонта его, видите... Джервонта попал и чуть не убил его. Что можно сказать, ребята, дальше по этому бою? Видите, выжимаем, что-то вытягиваем. Нужно же как-то что-то нам, какой-то позитив, какой-то негатив найти, правильно? Ведь могу сказать от себя теперь, ребята. Сказал от одной стороны, сказал от другой стороны. Теперь от себя скажу. Конечно, друзья, проводя такие бои, бойцы не растут, бойцы зазнаются, бойцы слабнут, бойцы начинают думать, что они боги, что они выше всех, и то, что у них нету никакой конкуренции. А результат какой? Вот попозже поговорим Альберто Мачада, тоже боец, которому много пророчили эксперты, прогнозисты, или кто там, я не знаю, еще все, короче, и какой результат. Попозже поговорим, ребята. Дэвису нужно идти в легкий вес, Дэвису нужно драться с нормальными бойцами. Вот это мой анализ боя, вот это мой единственный, вот это мое единственное мнение вот на это, вот на эту не сенсацию, потому что, ну, так-то да, сенсация, в принципе, если в первом раунде взял и убил, правильно? Или в каком там, во втором, я уж не помню. Конечно, нужно, ребята, меняться, иначе люди не будут ходить. В принципе, там Майвезер все организует, безусловно, все сделает, но я был, если честно, расстроен, друзья, от бойца, от которого любители бокса, даже не болельщики, а любители бокса ждут, ждут что-то такое интересное, ну, допустим, вот, Джервонто Дэвис и Лопес, допустим, да, ну, пусть Лопес еще незначимый боец, как бы, хотя уже поднимающийся уже тоже, но взяли бы соединили их, ну, вот боище бы был, согласитесь со мной, и тот молодой, не слил бы бой, я так думаю, потому что он на подъеме, и этот молодой, дерзкий, там, я думаю, уже Мэйвезер бы не вмешался никак, правильно, по идее, ну, будем ждать, что еще говорить, ребята, будем ждать, конечно, новых свершений от Джервонто, и что, какой следующий бой, даже не знаю, если опять будет с каким-то хер знает с кем, я даже уже и смотреть не буду, далее, ребята, Эндрио Кансио и Альберто Мачадо, мнение на бой, мы не выражали, по какой причине, ну, причин много, друзья, если я сейчас буду называть, кто-то скажет, то что, а, вот он, он проиграл, поэтому ты так говоришь, нет, друзья, про этот бой, я скажу, знаете, что, ну, как кто-то сказал в комментарии, в комментарии какой-то, ну, не то, что прям умный, а интересный пользователь, даже не в моем, в другом где-то, я читал, он сказал, то, что в этом году, в этом году, все распиаренные боксеры, всех, всех их выбьют, нахер, понимаете, в чем дело, поэтому оно так и случается, друзья, вот видите, Мачадо, боец, которому, как говорили о том, что его все боятся, его все опасаются, и никто не хочет с ним боксировать, и вышел какой-то консио, просто нокаутер, и просто боец с прессингом, ну, идет, бьет, 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 и видите, что он сделал с этим, с этим, ужасным, кем там, ужасным панчером, как его там говорили, там, бойцом с феноменальной техникой, взял его, и просто уничтожил, в четвертом раунде, отправил, три раза в нокдаун, видите, как бывает, друзья, ну, что, пусть восстанавливается, пусть делает выводы, над ошибками, будем ждать возвращения, наверное, кому он интересен, ну, еще один, друзья, Павел Маликов, Павел Маликов, и Саруханян, если честно, я думал, то, что победу отдадут Саруханяну, потому что, ну, и больше попаданий было, но это, допустим, был бы, любительский бокс, но здесь, друзья, профессиональный, и я думаю, все-таки, все-таки, поэтому победу отдали Маликову, так-то, так-то ничья была, но поговорим о технике, Саруханян работает в основном в отходе, сушит бой, убегает постоянно, конечно, такие бойцы не нравятся, но он, видите, без удара, как бы, и поэтому у него, такой стиль, в принципе, эффективный, но с таким стилем, далеко, конечно, не пойдешь, далеко не пойдешь, хотя, неплохо чувствует дистанцию, парень, все 10 раундов, ну, ноги двигались, но, так как, ударов мало выбрасывать, поэтому он, он, много на ногах двигался, и практически не уставал, в принципе, Павел Маликов, ребята, абсолютно не чувствует дистанцию, все удары практически мимо, ему нужно что-то, что-то делать, если он хочет идти как-то дальше, но я не думаю, что этот парень хочет идти дальше, потому что все-таки 32 года, друзья, и чтобы что-то поменять, нужно, чтобы тренер сначала поменялся, в принципе, правильно, потому что, видите, человек идет вперед, как бы оказывает прессинг, но, когда с Руханем встает, Маликов стоит на дальней дистанции, и пытается перебоксировать, то есть нету движения дальше, вперед, нету подхода соперника, абсолютно, вот эти ошибки, которые нужно, конечно, исправлять, иначе у Павлика будут проблемы, с ударными бойцами, потому что, Саруханян, видите, не ударный боец, в четвертьфинал, четвертьфинал прошел, следующий будет полуфинал, и посмотрим, как там, и что получится, ну все, друзья, вот такой анализ, вот этих, трех боев, подписываемся, безусловно, друзья, на боевую провинцию, на боксерские сплетни, наш новый канал, где мы будем все обсуждать, наверное, сейчас, даже попозже, и в Телеграм, конечно, там, ролики тоже мы скидываем, и с боксерских сплетен, и с, с чего там, ну, отовсюду, там, и новости, там тоже все есть, и в чате можете все обсуждать, все, друзья, всем удачи, вам здоровья, до встречи.